Слушайте доктора Я готовилась, читала, установила диагноз себе и многим своим коллегам уже установила и думаю, что вот мы сейчас раскроем все карты и расскажем, как лечить неврологию, почему нужно идти к неврологу с этими симптомами, а Сергей Викторович мне сказал, что нет такого заболевания. И вот тут уж я не знаю, то ли я села в лужу с этой темой, то ли напротив, мы сейчас расскажем всем нашим слушателям, что такое межрёберная неврология. Но вот одно, что я поняла, и это очень важно, это само по себе не заболевание, а признак какого-то другого заболевания, которое вызывает симптомы, называемыми межрёберной неврологией. Что это такое? То есть вот когда у человека болит в груди разного рода боли, они усиливаются при движении или при каком-то там неловком положении. В основном говорят, у меня межрёберная неврология. Вот буквально у меня каждый второй, вот здесь в редакции сказал, да межрёберная неврология. А что на самом деле это такое? Ну, спасибо за приглашение. Не расстраивайтесь, Сергей Викторович, мы должны всем рассказать, ну вот, либо развеять миф, либо направить куда-то. Ну, действительно, когда я услышал, что меня приглашают выступить с темой межрёберной неврологии, я даже был удивлён, потому что всё-таки тема очень обширная. И почему именно решили невролога пригласить? Народ как-то склоняется к мысли о том, что это всё-таки заболевание чисто неврологическое. Хотя, если взять само определение межрёберной неврологии, это всё-таки боль по ходу нерва. Название межрёберных, то есть по ходу межрёберных нервов. А вот почему эта боль возникает? А вот от этого уже надо... Плясать, что называется. А вот искать причину. Почему? Чаще всего всё-таки нерв, болевой синдром появляется из-за давления между костью и мышцами, связками. Вот причина эти всевозможные. Банально, как у нас принято, от аутостахондроза, дегенеративных заболеваний позвоночника до серьёзных заболеваний инфаркта, тромбоэмболии лёгочной артерии, пневмонии. Потому что корешки в связи с воспалительными и всякими интоксикационными процессами в организме воспаляются и вызывается болевой синдром. Так что тема обширная, и склоняться в одну неврологию здесь так как-то не приходится. Ну вот когда мне говорят, что у меня неврология, или если я сама себе ставлю диагноз, мы это очень любим, потому что у меня неврология, я, конечно, мимо терапевта стремительно пытаюсь пройти сразу в кабинет невролога. Стоит ли так поступать? Нет, всё-таки и не зря говорят терапевт, это первичное звено, через которое это фильтр. Фильтр многих заболеваний, которые он может отфильтровать, именно связан с его патологией, не неврологической патологией. Ну в принципе в моей практике достаточно часто приходят тоже с диагнозом межрёберной неврологии. От терапевта? От терапевта и напрямую проконсультировать межрёберной неврологии. Ну вот пришёл пациент, ну действительно болит клиника межрёберной неврологии. А какая она клиника межрёберной неврологии? Это могут быть острые, колющие, режущие боли по ходу межрёберных промежутков, связанных с дыханием, с движением. Чаще всего эти боли могут даже проходить, если больной не движется, замирает. Боли эти могут уменьшаться от приёма обезболивающих препаратов, могут уменьшаться от применения тепла. И вот такой пациент подошёл, у него такая клиника межрёберной неврологии, вроде классическая, ничего. При простом осмотре я выявил, у него спонтанный пневмоторик, то есть лёгкое порвалось и спалось, и оно не дышит. А клиника просто межрёберной неврологии. То есть к неврологии он вообще никакого отношения не имеет. Я его отправил к таракальным хирургам, они его прооперировали, и всё благополучно. Очень часто по скорой помощи тоже привозят пациентов, у которых температура 40, и болит по ходу межрёберя. Но это тоже диагноз как таковой неправомочен, потому что всё-таки надо смотреть на клинику со всех сторон. Температура никак не связывается с поражением нервов. А вот делаем рентген, там пневмония. То есть на этапе приёма терапевта он может много заболеваний взять на себя и дифференцировать, достаточно много диагнозов на себя взять. То есть она развивается, получается, межрёберная неврология в течение каких-то других, из-за течения каких-то других заболеваний. Терапевту первым делом. Хорошо. Терапевт поставил какой-то диагноз и отправил на какие-то обследования. Вот чтобы всё-таки дифференцировать, вы говорите, дифференцировать, где чисто симптомы, связанные с ущемлением нервов, а где симптомы, связанные с другими болезнями, какие могут быть назначены обследования человеку? Ну вот смотрите, вот настораживающие всё-таки симптомы заболевания, температура, одышка, а вот боли в прекардиальной области, то есть может быть связаны с сердечной патологией, да, а вот боли связаны с приёмом пищи. Что ещё? Это симптомы, настораживающие больше на ургентную, так называемую, патологию. Это что значит? Это острую патологию, инфаркт, острый хальцистит, потому что острый хальцистит может иногда и радиировать в грудную клетку, да, а вот. Грыжи пищеводного отверстия тоже могут имитировать межрёберную неврологию, вот. Это опять же связано с приёмом пищи, диагностику проводит терапевт. Мы же в своей неврологической практике ориентируемся, если болевой синдром вот связан с дыханием, с переменой положения тела и какими-то перегрузками, мышечными перегрузками, допустим, у спортсменов чаще всего встречаются такие мышечные перегрузки, где корешки передавливаются за счёт гипертрофии мышц, за счёт дистрофических процессов в суставах позвоночника, в развитии артрозов позвоночника, вот там при выходе из спинного мозга корешки сдавливаются и появляется болевой синдром. Вот это вот чисто неврологическая патология. Давайте тогда разграничим две вещи. Если у человека при вот этих болях, которые мы описываем, да, неврологических, диагностирует врач при обследовании причину, которая не кроется, не чисто неврологическая, как вы говорите, а связана с другими болезнями, неважно болезни сердца, сахарный диабет ли это, да, или там желудок подвёл, или человек отравился, или я вот читала, что даже там герпес и гормональные изменения могут сказываться на этом, то сначала лечатся эти заболевания, после того, как они излечены, гарантированно, что неврология тоже пройдёт? Ну, в принципе, да, потому что это же симптом какого-то заболевания, вот. То есть мы убираем первопричину, вот, если это герпес зострого, это опоясывающий герпес, если мы боремся с вирусом и назначаем адекватную терапию, он уходит, и, в принципе, болевой синдром проходит. То есть там высокий процент, когда вместе с изменением, излечением первопричины какого-то серьёзного другого заболевания и межрёберные боли тоже проходят, да, неврологические? Да, это, ну, больше неврологические, это всё-таки дегеративное заболевание позвоночника, всё-таки остеохондроз, артрозы, это состояние... То есть их даже неврологическими-то нельзя назвать, получается. Да, это состояние неизлечимое, по большому счёту, он всё равно дальше идёт, либо он остаётся на этом же уровне, либо он дальше прогрессирует. Я пытаюсь разделить как бы на две большие группы. То есть если это не кости, если это не позвонки и не нервы, которые между ними, то излечение первой причины, все болезни, которые мы здесь перечислили, многие другие, они снимают и вот эти вот боли, с которыми человек впервые обращается, похожими на неврологические. А если это чистые воды неврология, связанные с позвоночником, то вот здесь мы можем разобрать, что происходит. И Вы говорите, что обычно уже какие-то изменения происходят в самих позвонках, да? Да. Которые неизлечимы, и можно только терапией какой-то ослабить болевой синдром и поддерживать. Правильно я Вас поняла? Да, это при обострении, так называемой, доросепатии, как мы пишем, то есть это любая боль в спине. Это артрозы, спондилиты, спондилоартрозы, остеохондрозы. Вот они могут приводить к нарушению кровообращения в корешке, с давлением корешка. И вот эти боли появляются. То есть, назначая определенный спектр препаратов, мы снимаем отек, мы обезболиваем, обезболиваем, и в принципе боль проходит. Сейчас мы про лечение поговорим. Боль проходит, но сами изменения в костях уже... Оперативно они так и остаются на всю жизнь. Расскажите, пожалуйста, вот если всё-таки получается, что в процессе диагностики пришли к выводу, что это невралгия в чистом виде, связанная с позвоночником, это какими исследованиями выявляется? Ну, это наиболее простые, это рентген поясничного, грудного, шейного отдела. Ну, межрёберная невралгия – это грудной отдел. То есть, мы просто назначаем рентген грудного отдела позвоночника и выявляем остеоартрозы. Это снижение высоты диска, какие-то дегеративные изменения в позвоночнике. То есть, это уже на этапе рентгена. А вот если более сложные методы исследования, либо компьютер-антомография, либо МРТ, они уже выявляют и грыжи межпозвонковых дисков, которые, в принципе, тоже теоретически могут теоретически и практически сдавливать корешки и вызывать болевой синдром. Все эти обследования у нас в каждой сейчас клинике можно пройти, которую Вы назвали по невралгии? Ну, все поликлиники к какому-то центру прикреплены и все обследования, да, в любой поликлинике можно пройти. То есть, вот она выявлена. И дальше начинается терапия разного рода терапии. Прежде всего, это лекарственная, я так понимаю, терапия, потому что нужно снять болевой синдром и нужно снять отеки, опухоли и прочее. Ряд лекарственных препаратов, он доступен в наших поликлиниках, и их нужно покупать, лечиться дома или только в больнице? Ну, с любой патологией желательно, и вообще больной должен обращаться в поликлинику, где специалист уже разбирается, во-первых, просто эта межреберная неврология в рамках дорсопатии, либо это серьезная патология, которая требует либо хирургического вмешательства, или стационарного лечения. Связанная тоже с позвоночником, да? Ну, может быть, и связанная с позвоночником, потому что эти, в принципе, и опухоли спинного мозга тоже могут имитировать межребренную неврологию. То есть, обращаясь в поликлинику, там уже назначается определенный спектр обследования, определенный спектр и назначаются препараты, в принципе. Основная группа – это обезболивающие противовоспалительные препараты, назначаются, чтобы снять боль, отек. А вот назначаются мышечные релаксанты. Это другая группа уже препаратов. Да, это другая группа препаратов, которая снимает спазм в мышце. Это все в прием в виде таблеток? Есть таблетки, видите, все-таки мы дифференцируем. Если это выражено, болевой синдром, и необходима достаточно быстрая реакция на лечение, то мы назначаем это в уколах, в инъекциях. А вот, если это терпимо и больной, в принципе, готов принимать таблетки, то мы назначаем в таблетках. Все-таки физиологичный прием лекарства – это таблетки. А мази, они используются? Мази – это все-таки уже на этапе подострого течения, когда уже, чтобы уменьшить побочное действие лекарства, мы переходим на мази, чтобы они действовали местно, локально. Вот еще я, естественно, ознакомившись с разными рекомендациями в интернете, вижу такие методы, которые помогают лечить невралгию межреберную, как баночный массаж, например, физиотерапия, иглоукалывание, акупунктура. Вот это все тоже назначается, применяется? Или вы не рассматриваете такие методы вообще? Ну, очень много все-таки межреберной невралгии на фоне психоэмоциональных стрессов. Иногда достаточно больного успокоить, назначить ему отвлекающую терапию в виде баночного массажа. Это и иглорефлексотерапия, и болевой синдром уже уйдет. То есть это чисто психологического порядка? Да, так любой стресс может спровоцировать общую готовность, такую, скажем, не судорожную готовность, а просто спазм мышц. Мышцы в природе, может быть, какие-то готовые к спазму, могут реагировать на стресс, спазмировать и ущемить корешки. То есть вот эти все виды лечения, которые я перечислила, баночный массаж, акупунктура, иглотерапия и физиотерапия, действуют на мышцы? Да. Улучшают кровообращение в мышцах, восстанавливают кровоток, в принципе. А вы применяете их в вашей практике? В физиопроцедуру мы применяем. В физиопроцедуру? Баночные нет, но в физиопроцедуру, да. А иглоукалывание, например? Ну, это специалисты у нас. Вот много у нас специалистов в городе по иглоукалыванию? И есть ли они, например, в составе больничных медиков? Нет, они больше в частных кабинетах принимают. А почему, кстати говоря, у нас до сих пор иглоукалывание так не распространено? Ведь в свое время такой был подъем, я помню, там в 90-х годах по иглоукалыванию. И, в общем, были приняты какие-то даже стандарты. И даже в добровольное медицинское страхование включали иглоукалывание. Почему у нас не нашло такого распространения? И как Вы относитесь к такому методу лечения? Ну, его сейчас нет в стандартах, нигде они не прописаны. Так что из-за этого, в принципе, и специалистов нет в государственных учреждениях. А вот метод имеет свою область применения. И, в принципе, есть эффект от него. И он, в принципе, рекомендован. Не запрещен, рекомендован. Но в стандарту он не прописан, как и в обязательном. Поэтому в медучреждениях, в общем, не водится такая единица. Я напоминаю, что мы сегодня говорим о безжреберной невралгии. С Сергеем Бабинцевым, заведующим неврологическим отделением Северной клинической больницы и скорой помощи. А что касается истории с баночными массажами, например, с физиотерапией мы сейчас разберемся, то если мы вспомним наше прошлое советское, то практически в каждом доме были банки, и мы орудовали ими как могли. То есть прогревались, и массаж делали. Сейчас вообще это допустимо самостоятельно дома такие вещи делать, если у тебя спазм мышечный, который дает там межреберную невралгию, или это только нужно тоже, чтобы делать человек с медицинским образованием? Ну, сейчас вообще от баночного массажа отказались. Все-таки все же наблюдали, наверное, какие кровоподтеки остаются после этих баночных массажей. Ну, не страшно, ходили мы с такими противоподтеками. Ну, это травматизация дополнительная вен, артерии. То есть это не так просто синяки образуются. То есть врачи не рекомендуют и сами не употребляют в больницах такой метод. Понятно. Хорошо. Акупунктура? Для этого специалисты необходимы. То есть тоже можно, но нет в стандартах, и это только в каких-то кабинетах платных, если что-то есть. Но сами врачи тоже, получается, не могут рекомендовать эти вещи. Это уже если человек сам обратился в какой-то такой, да, салон. А народные средства? Всякие там, я не знаю, травы, мази, что еще делают, горчичники? Ну, в принципе, любое народное... Воск, мед, лук, вот тут пишут. Любое народное средство показано, потому что все-таки болевой синдром уменьшается при согревании, при покое. То есть горчичник, пожалуйста, можно использовать. А вот ограничительный режим, то есть полежать. Воск, в принципе, там тоже обладает каким-то согревающим действием. Это все равно они после этого и закутываются, и все. То есть это все согревающее, улучшающее кровообращение. То есть в баню ходить можно, например? В баню ходить, в принципе, небольшие температурные режимы только надо соблюдать, не экстремальную баню, потому что может и наоборот обострение произойти еще хуже. И вот теперь мы снова вернемся к нашему доэфирному обсуждению всяких разных симптомов. Естественно, там все примеряешь к себе. И когда я описала какие-то свои симптомы Сергею Викторовичу и сказала, что я-то вот в полном убеждении, что у меня какая-то межреберная невралгия, и он мне сразу сказал, у вас, наверное, гиподинамия. Я очень возмутилась, потому что утром, значит, я бегаю, вечером я плаваю и, кажется, делаю это с постоянной регулярностью. Ну, конечно, между этим я сижу вот тут вот в студии и в редакции. Но я почему-то считала, что гиподинамии у меня нет. Однако, судя по тому, что вы сказали, гиподинамия – это одна из главных причин, в том числе межреберной невралгии. Да, все-таки народ-то, это население урбанизировано, то есть это от дома до машины на работу, а вот с работы на машину и больше никуда не движение, минимальное. А вот, как правило, на работе тоже используется однообразное положение тела, чаще у компьютера. Еще может компьютер стоять где-то в стороне, то есть это полунаклонное положение, длительные статические нагрузки могут спровоцировать развитие артрозов и способствовать возникновению вот этих как раз симптомов межреберной невралгии. Чтобы избежать этих, это регулярные физические нагрузки, то есть раньше использовали зарядочку производственную, то есть каждые 30-40 минут человек вставал, разминался, это в принципе... Этого достаточно, чтобы профилактировать? Да, да, чтобы снять локальное перенапряжение мышц, снять такой отек, чтобы не развивалось какие-то дегеративные заболевания, дегеративные повреждения позвоночника. У нас сейчас каждые 30-40 минут люди встают, чтобы выйти покурить, я так понимаю, большей частью, а не зарядочку сделать. А есть какой-то опыт, может, вы знаете, наших предприятий, которые всё-таки внедряют эту японскую систему? Потому что японцы, они прямо... Мы все знаем, как прекрасно совместные зарядки на производстве делают. Нет, я не слышал ничего подобного. Нет, ничего такого нет. Вот это бы в стандарты вписать, конечно, не мешало. Это бы избежало бы. Хорошо. А вот если такая история, как у меня, когда мне кажется, что я очень достаточно активный образ жизни веду, вот у меня там утренняя какая-то зарядка и вечерняя какая-то активность. Но между этим действительно то, что вы говорите. Это сидение на стуле за компьютером, это машина, и практически нет передвижения там с 10 до 6, 7, 8 вечера. То есть мои такие занятия гарантируют или не гарантируют, что я как-то себя уберегу до определённого возраста от таких вот изменений, которые приводят к невралгии межрёберной? Ну, уберечься практически невозможно. Устахондроз, дегеративное заболевание позвоночника, это бич каждого после определённого возраста. Какого возраста? После 30-ти это уже практически. После 30-ти? Да, уже. Практически 100%? Да. То есть начальные признаки, какие-то сиродно уже есть, а вот и они могут способствовать уже появлению симптомов межрёберной неврологии. Даже если я очень активно занимаюсь спортом, всё равно эти возрастные изменения приведут меня к остеохондрозу. Ну да, всё равно. Во-первых, вы всё равно, может быть, где-то нарушаете в плане того физическую нагрузку неадекватную, может, перегружаете какую-то определённую группу мышц, а вот другие мышцы расслабленные, они тоже могут способствовать возникновению геративных заболеваний позвоночника. А йоги, которые питаются правильно, занимаются упражнениями, направленными как раз и на мышцы, и на кости, и на снятие стресса, они себя как чувствуют? У вас бывали йоги-пациенты? Нет, ни разу не есть. Вот же показатель, а? Сергей Викторович, назначается, кстати говоря, йога, рекомендуется в жизни для людей, у которых остеохондроз или вот признаки невралгии. Нет, в принципе, мы не используем такие методики. ЛФК используете? Просто ЛФК, да, это всё-таки регулярность должна лечебной физкультура. Лечебная физкультура. А что значит регулярная лечебная физкультура? Ну вот, смотрите, если вот по заболеванию сердца, вот там более подробно уже сказано, что для того, того, чтобы не было заболеваний сердца, что профилактировать, это мужчина, в частности, для мужчины, там 5 раз в неделю он должен, 30-40 минут, это быстрая ходьба. И всё? Да. И этого достаточно? И этого будет достаточно. А вот по лечебной физкультуре такого нет, это же всё индивидуально для каждого пациента всё равно. Поэтому она называется лечебная физкультура. Мы обещали нашим слушателям, что мы поговорим о применении физиотерапии в лечении межрёберной неврологии. Про физиотерапию мы, как ни странно, недавно тут говорили с главным врачом нашей городской стоматологической поликлиники. И как раз говорили с таким ностальгическим акцентом, что, в общем, было время, когда физиотерапевтические кабинеты массово сокращались. Вообще, в принципе, ликвидировались, или объёмы аппаратов, которые стоят в физиотерапевтических отделениях, сокращались. А что у нас сейчас с физиотерапевтическим отделением, в частности, в Северной клинической больнице? Пользуетесь ли вы этими назначениями в своей практике? Насколько активно? Ну, у нас при нашем отделении есть физиотерапическое отделение. Мы достаточно широко используем все методики, которые там есть. А вот, конечно, ставим задачи перед главным врачом, чтобы он расширялся. Расскажите про это, это очень интересно. Ну, во-первых, оборудование, конечно, устаревшее. Вот оно громоздкое, ещё советского производства. Сейчас появились более компактные оборудования. В нашем же производстве или импортное? Есть и наше производство, есть и импортное. За рубежом тоже широко используются физиопроцедуры. Так что мы, в принципе, стоим на том, чтобы сохранить физиотерапическое отделение, чтобы оно помогало нам в лечении вот таких заболеваний. А как оно помогает? Расскажите. Ну, оно улучшает кровообращение, снимает отёк, снимает болевой синдром. Некоторые больные отмечают даже с первой процедуры эффект улучшения. Конечно, здесь не исключается эффект психотерапии. Всё вместе работает на лечении болезни. Да. А вот при физическом воздействии, допустим, СМТ, электро, мы используем это, физиотерапевты используют препараты, которые проходят вместе с током и проникают глубоко в ткани. И они снимают и болевой синдром, и тёки. Сколько у вас сейчас в физиотерапевтическом отделении работает специалистов? Ну, честно, это не в составе моего отделения. А вот мы плотно общаемся с одним доктором, там заведующий есть. Всё, по-моему, дальше всё... Просто мне, знаете, что интересно, кто готовит сейчас, и обновляется ли штат физиотерапевтического отделения? Потому что я как-то... Если они сокращались в своё время, то нет ли действительно такого голода кадрового? Есть. Именно есть кадровый город. То есть всё-таки я была права. Какое-то время был провал мощный по физиотерапии. В принципе, и сейчас сокращается, ведь идёт оптимизация всё равно. Стараются меньше истратить денег на тот же самый... На дополнительные какие-то, да? Те, которые не обязательно в стандартах. Да, и в принципе, и стандарты прописываются, койко-день тоже количество уменьшается. То есть если назначить физиопроцедуру, то есть 10-15 процедур, а вот мы его никак провести не сможем. Потому что 10 дней, а дальше... То есть мы только можем начать, а дальше продолжать, это в поликлинический уровень. Да. Здесь есть вопросы, но и есть над чем работать, правда же? Потому что если вы настаиваете на том, что всё-таки нужно сохранять отделение, и вы видите, что действительно эффективность, то тут ещё ведь и дело каждой конкретной клиники отдельной, какой она выбор делает. Но мы с главврачом Северной клинической больницы поговорим ещё об этом, о планах, потому что планы больницы большие, я знаю, и на этот год в том числе, и на следующий. Это будет отдельная тогда у нас тема. Я напоминаю, что сегодня у нас в гостях Сергей Викторович Бабинцев, заведующий неврологическим отделением Северной больницы. Но раз вот такую тему я сегодня взяла, как межрёберная невралгия, которая сама по себе является заболеванием, редким и связанным заболеванием, например, позвоночника, костей, мышц, а часто является просто симптом какого-то другого глубинного заболевания, это, можно сказать, не чисто неврологический такой получается диагноз, то хотелось бы в конце нашей программы, у нас остаётся буквально две минуты, спросить вас, а с какими неврологическими заболеваниями сейчас поступают пациенты в ваше отделение, что сейчас пиковое такое, с чем поступают пациенты? Ну, это в основном, конечно, это цереброваскулярная болезнь. Что это такое? Это заболевание, связанное с поражением сосудов головного мозга, это гипертоническая болезнь, это причина заболевания. Это гипертоническая болезнь, холестерин, если это мужское, мужчины, то это курение, которое тоже приводит к азаросклерозу. То есть курильщики ваши, основные пациенты? Да, боремся в отделении с ними. Пытаются курить? Да, конечно, да. И это всё способствует развитию атеросклероза и дальше прогрессированию заболевания. То есть все наши методы лечения, даже одной сигаретой, в принципе, убиваются. Да что вы, это очень интересно. То есть это вот основная тема. То есть мужчины, основные пациенты, курящие мужчины, да, с атеросклерозом. Основной вид заболевания, который у нас находится в отделении, второе, это дорсопатия, это поясничного отдела позвоночника, шейного отдела позвоночника. Что такое дорсопатия? Это вот боль, боль в позвоночнике, в курдном, поясничном. Связанная с чем? Любая боль. Ну это чаще всего вот эти вот дегеративные заболевания позвоночника. А вот это такое принятое название международной дорсопатии. Это, ну как раньше, остеохондроз позвоночника. Остеохондроз позвоночника. Остеохондроз позвоночника. Вот полинеэропатия, потому что сейчас вот, в принципе, одна из основных полинеэропатии, это сахарный диабет. Вот сейчас он тоже достаточно много, его обнаруживают, лечатся и продлевается жизнь по сахарному диабету. И, в принципе, увеличивается количество полинеэропатии. Что такое полинеэропатия? Полинеэропатия – это поражение периферических нервов. Связанное с сахарным диабетом. То есть вы совместно здесь действуете с другими врачами? Ну да. Лечите. А женщины в основном с чем поступают? С мужчинами мы разобрались? Ну, женщины – церебровоскулярную болезнь, то есть это тоже с атеросклерозом, потому что у них возраст немножко побольше. То есть не от курения, а возрастные изменения сказываются. Да, возрастные. А вот гипертоническая болезнь – тоже причина церебровоскулярной болезни. Ну и остеохондроз тоже, доросепатия позвоночника тоже достаточно женского населения подвержена. Вот это ваши пациенты. И несколько слов о подделении. Сколько у вас койка мест, сколько у вас персонала. Отделение Северной больницы рассчитано… Мы недавно переехали, а вот сейчас развернули койок 45 – это стационарные койки и 10 – дневного пребывания койки. Этого достаточно? Ну, у нас они не пустуют. План, который нам министерство дает, мы его перевыполняем. В принципе, можем работать в большем объеме. Но, в принципе, у нас сейчас по коечному составу полностью укомплектованное отделение. А штат? По штату врачи тоже 100% комплектованы. С медсестрами есть определенные проблемы. Как у всех. Да, с санитарками тоже. Проблема. То есть у вас открыты вакансии медсестера, санитарок. Правильно я понимаю? Да, да, да. Но мы будем надеяться, что эти вакансии в ближайшее время качественными сотрудниками заполнятся. И не курите, пожалуйста, люди. Не курите, потому что вот Сергей Викторович Бабинцев говорит, что даже одна сигарета убивает все старания врачей-неврологов, если у вас проблемы с сосудами, например, головного мозга. Да? Да. Желаем всем здоровья и слушайте доктора. Еще раз Сергей Бабинцев, заведующий неврологическим отделением Северной больницы, был у нас в гостях. У микрофона работала Светлана Занько. До свидания. Слушайте доктора. Слушайте доктора.